здравствуйте дорогие подписчики телезрители сегодня мы снимаем видео интересно и поговорим об ангела-хранителя ну и в конце чуть поговорим об арха я думаю что будет интересно сегодня с нами марина делаем очередной расклад приятного просмотра так марина первый вопрос почему же нам нужен ангел-хранитель какова его функция защищает направлять помогать там еще какие-то функции скрытые есть и которых мы не знаем так тебе слово по карте влюбленные штуки можно сказать что ангел-хранитель нам нужен для принятия каких-то решений все штуки да значит мы как бы ангел-хранитель нам помогает сделать какой-то выбор идти какой-то такой линии чтобы вот она была более удачной более успешной все штуки ангел-хранитель оберегает чтобы люди если пошли какой-то тяжелой дорогой чтобы они могли справиться если они выбирают правильную дорогу где возможно какие-то изменения направлений он их направляет все штуки он помогает ангел-хранитель как вот любящий вот видите на мужчина который держит женщину вот этот силуэт да вот он как бы обволакивает также человеческую душу человека и пытается его защищать вот такое вот такое пока направление вижу ну то есть грубо говоря есть программа человека либо судьба да то есть ангел нужен для того чтобы как раз направлять чтобы человек не сбивался со своей пути максимально совершенно верно у человека который живет сегодня на планете земля но мы все знаем от 2 по 4 измерения в основном сегодня люди и сколько ангел-хранителей обычно наших земля на данный момент смотрите здесь карта четверочка жезла но может показать что ангел-хранитель может быть около четырех также так как бы и семейные ангелы возможно видите вот как вот стрекозки летают да также может быть индивидуальный какой-то защитник может быть ангел меняется процессе жизни видите сначала его ребенка потом в более у взрослого чая потом у старости может быть по мере развития души можно также трактовать эту карту что меняется ангел может быть в процессе жизни меняется ангел а один меняется на другого другу меняется потом на 3 возможно вот такая трактовка дальнейших покажет что одно одно одномоментно у каждой души все таки один да то есть понятно что семейный там а именно или все-таки семейный, это как бы на всю семью, и у каждого еще свой один индивидуальный, или еще несколько, может быть. Нет, понимаете, оно может меняться в процессе, понимаете, вот я как говорю, здесь ребенок, женщина и мужчина. В принципе, может быть, даже сказать так, что у ребенка один алгел-хранитель более сильный, у женщины уже, ну, например, это просто как в процессе жизни, да, вот мы вырастаем уже как бы и в подростком, другой, у более взрослого человека еще меняется на другого, если нужно такое. Нет, это понятно, что они могут меняться, вот, допустим, когда они не меняются, количество их какое в основном должно быть индивидуально у каждого? Один все-таки? Один, скорее всего, королева от одного до двух может быть, потому что здесь две собаки, и можно трактовать так, что до двух ангелов может быть. Ну, а количество от чего зависит? От развития души? Наверное, от развития души зависит. Если нужно больше душепомощи, их чуть побольше. Если душа, возможно, что праздника, да, вот четверка, да, Пентакль, видите, может уменьшиться, может быть, наоборот, потому что эти уходят, как бы, да, значит, остается какая-то сильная одна или вообще может уйти. Если душа сильно развита, видите, по восьмеркам жезла можно сказать, что вообще уходит в небо и вообще просто одну душу оставляет. Скорее всего, возможно, что и у развития души вообще не будет ангела-хранителя. А умения развита души будут. Когда души воплощаются, они сами выбирают себе ангела или высшее я выбирают? То есть их наставники, учителя, более взрослые души. Ну, по королю Пентакли, конечно же, можно сказать, что ангела выбирают определенную душу, определенного ангела. Душа сама не может той себе выбрать ангела-хранителя. Все-таки там создатель распределяет кому как он, какую ангел, какую помощь, чтобы направлял. Стоит ли мысленно общаться с ангелом, благодарить его, что-то еще просить, говорить? Ну, посмотрите, по шестерке кубков нужно сказать, что, конечно же, нужно разговаривать с душой, возможно, даже вот душа должна разговаривать, то есть с ангелом, потому что, ну, конечно же, он его слышит. Ангел слышит душу, которая призывает на какую-то помощь. Вот когда даже, например, видите, кубки вот какие-то полные, какие-то усташаются, значит, по большому счету это получается, что, когда человек даже в каком-то напряженном состоянии, он может, в принципе, разговаривать со своим ангелом-хранителем, и он его слышит, он ему поможет, он его направит. Если говорить об ангелах, душа развивается по пути ангела, то есть это отдельное развитие души, то есть все души проходят путь ангела в каком-то этапе развития. Десятка мечей, говорят, все-таки нет, нет такого, чтобы душа пошла путем ангела, нет такого. Видите, здесь десятка мечей, все-таки это нет. У души свой путь, у ангела свой путь. Душа не идет путем ангела. Чтобы душа стала ангелом, это назначают создатели, или это какие-то отдельные души создаются для этого пути? Все мы знаем, что души создаются, как бы, да? По этим картам можно сказать так, что не каждая душа может сразу стать ангелом. Для этого должен быть какой-то определенный путь, какие-то определенные навыки, знания, все-таки по звезде. Нет, это не каждая душа создана быть ангелом. Потому что звезда, все-таки это начало нового пути, даже можно трактовать, что вот из такой промежутка времени, который душа проживет, она может стать ангелом, но это не для всех душ, я так скажу. Но это должно возникать желание у самой души или все-таки назначают ее высшее я, учителя? Или смотрят, как в школе, да, если душа хорошо училась, набиралась опыта, может пойти по этому пути? Ну, смотрите, если душа развивается, видите, развивается, вот она развивается, получает знания, она стремится стать каким-то высшим я, то да, у нее это все получится. Если душа не стремится, ну, она и, конечно же, будет у нее все закрыто, она не станет ни высшим я, ни ангелом, ни кем, да, у нее, наоборот, еще все закрыто, не развивается, куда она пойдет? Пожалуйста. Душа должна развиваться, опять же, вот тут по королеве мечей говорим, если человек, душа не развивается, человек, то есть, не дает своей душе какое-то духовное наставление, духовные практики и тому подобное, то это душа все-таки готова к трауру какому-то, так что королева мечей все-таки, такая карта такая, что холодная, траурная, непримиримая такая, больше как слезливая даже, буду, ну, душа здесь не развита, а если душа развивается, то да, тогда она получает какие-то какой-то высший уровень своего бытия, да, и она стремится более к высшим, направлением. Знаки, подсказки от ангела-хранителя, как понять, как они могут выглядеть у каждого человека, какие они могут быть, какие подсказки. Ну, можно по десятке кубков сказать, что десятки может быть везде, понимаете, и в животных, и в птицах, и в воде, и в тенях, и в бабочках, и в радуге. Вообще, человек, который более развит, он видит подсказку вообще везде. Вот, например, не идет транспорт. Почему не идет транспорт? Вы собрались, потому что-то покупай, да, транспорта нет, да, значит, лучше не ехать, все равно покупки не быть, да, вот ангел вам показывает, что не надо ехать за покупкой, да, допустим, или машина не заводится, тоже не просто так. Развитая душа научится видеть подсказки в каких-то малейших даже, таких необычных ситуациях, которые, как бы, нам кажется, ой, почему мы там стремимся? И вообще, конечно же, по королю мечей нужно научиться слушать душу свою. Почему? Душа тесно связана с ангелом, да, потому что этот вот разум, который вот корон мечей говорит, да, что душа и ангел, они развиты, связаны разумом. Можно, в принципе, общаться со своим ангелом. Он вам будет давать направление, но вы должны услышать его, а чтобы его услышать, у вас должна душа быть более, хотя бы на каком-то этапе развития, потому что не все могут это понять. Чтобы иметь более глубокую связь с душой и получать подсказки от ангела, это нужно, ну, именно внутренний мир свой развивать, убирать все, скажем так, человеческие пороки и медитировать, чтобы ее лучше услышали. Ну да, видеть степаш трентаклей. Конечно же, это как раз вы когда начинаете развивать душу от отказываться от каких-то вредных привычках, да, отказываться от какого-то определенного образа жизни, да, вы начинаете на, вот видите, как ваш пентаклей, это студент, который начинает духовно развиваться, да, и у вас как раз как раз у вас начинается связь с вашим ангелом, у вас тогда начинаются какие-то подсказки жизни, вот думали только хотели что-то, а у вас раз так оно все гладенькое получается, вам ангел говорит, что да, вы идете правильно дорогой, понимаете? Иерархия у ангелов есть какая-то иерархия? То есть, допустим, какие-то ступени развития у них и так далее, кто главнее, кто менее главный? Ну, знаете, по семерке пентаклей можно сказать, что да, все-таки есть у них какая-то лестница развития у ангелов тоже, и по колесенице, все-таки какие-то этапы какого-то развития есть у ангелов и есть, наверное, которые какими-то определенными знаниями занимаются, ну да, есть. Если душу определили уже в ангелы, да, и она развивается по этому пути идет, это навсегда или со временем душа может пойти по другому пути развития? Ну, вот смотрите, карта маком отвечает, что если она уже готова быть ангелом, то значит она идет в правильное направление, она будет идти именно туда, она уже назад не уйдет. Нет, не то, что назад, а вот допустим, она достигла какого-то совершенства, она потом дальше по новому циклу идет, то есть развивается по другому направлению после ангела, или все, она навсегда ангелом остается и все вечно. Ну, она, наверное, потом переходит в какое-то другое измерение, она не перерождается, она просто переходит в какой-то другой этап в жизни. И развитие другое уже идет у нее, правильно? Да, да. Если мы верим в ангела, хранителя, или не верим, то вне зависимости от того, что мы верим и не верим, все равно он будет помогать человеку в его программе. У ангела тоже своя программа есть. Смотрите, даже если человек не верит, душа такая, неверующая, не верит она в ангел, независимо от этого, все равно будут эти подсказки получим, подвойки жезла, все равно будут какие-то моменты такие, что ангел будет подсказывать до тех пор, пока душа все равно не придет к тому моменту понять, начать развиваться, что все-таки он не один на этой планете, что все равно есть кто-то еще помимо того, что он один, да, или, например, настолько далеки бывают люди, что не могут понять, стоит ему какой дорогой идти, куда, что никого нет, все пустое, там где-то что-то, нет, все равно ангелы помогают. как бы человеку не было тяжело, ангел-хранитель, он всегда присутствует, всегда находится за спиной, обволакивши, видите, даже как вот такие маячки света, и он будет стараться ангел говорить человеку душе, что вставай, поднимайся, иди вперед, не отчаивайся, всегда найдется какие-то, даже человеку какие-то помощники о том, чтобы где-то показать какой-то лучик света о том, что душа начала какое-то свое развитие. Кто такие падшие ангелы? То есть это какие-то темные ангелы, или это что-то другое, нарабатывавшие карму ангела, или что? Есть ли такие, или это миф? Дети повешенные, дьявол и девятка кубков. О чем это может говорить? Это все-таки падшие ангелы, которые, наверное, как-то оступились, потому что по карте повешенные, эти монетки тут. Кто-то сделал что-то, какие-то неправильные поступки. Наверное, также у ангелов есть какие-то свои, что он начинает падать. Видите, что-то этот дьявол, этот дьявол, это какая-то зависимость, может, какие-то совсем были настолько плохие, да, что вот оказались греховными, и вот они пали, да, и под девятки кубков. И они, как бы, понимаете, тоже живут для какой-то цели определенной, у них тоже есть какое-то развитие, даже у падших ангелов. У них тоже какой-то есть свой момент развития, переход от одного к другому, но у них есть всегда возродиться в свет, поэтому какой-то тоже определенный этап из жизни развития. То есть неправильно выполнил программу там, наработал карму, или вообще ангелы могут карму нарабатывать, у них есть такое? То есть их что с ними делают, опускают в более низшие измерения? Про карму не могу вам ничего сказать. Ну да, если ангел оступился, сделал какой-то неправильный поступок, сделал что-то неправильно такое, что вот понимаете, как с дьяволом связано, да, с кем-то грехами. Но здесь кармического я не вижу, но что-то, что нельзя сопоставить с ангелом, вот тогда они начинают завести более темный образ жизни. Но из этого темного образа жизни, если он будет даже пытаться возродиться, то он станет стопроцентно светлым ангелом. У него начнется совсем другое развитие. А может только быть, что он останется падшим ангелом всегда и будет все время на темной стороне? И такого не бывает все равно рано или поздно. по рыцарю звездов есть такой, что это выбор все-таки будет самого ангела, так же, как ее и душу дается выбор. Если он хочет идти более быстро, надоест ему проказничать, он может все равно стать на более чистый развитие, именно чтобы все же прожил. Это такой же его выбор. Такая же жизнь. есть еще архангелы так называемые. Это начальники ангелов или это вообще другое направление развития? То есть это высшая каста ангелов. И чем они занимаются? по восьмерке пентакли, видите, пентакли все наверху, одна пентакля в него. получается все-таки архангелы более высокого уровня, которые, вот видите, по рыцарю кубков больше дают указаний, более распоряжений каких-то. также по тройкам они все-таки понимаете, сколько они трудятся, сколько больше раздают указаний каким-то более подчиненным. Это все-таки начальники совершенно верно. То есть они уже с душами не работают как таковыми, не защищают, а именно работают с ангелами, с самими ангелами. Да, они не работают с душами, а работают именно с ангелами. Это их подчиненные. Видите, даже по императрице стоит и держит все. Держат они этих ангелов, дает им направление развития, чтобы то, чем занимался. У каждого там порядок. чтобы было. А можно развиться с помощью медитации такой степени, чтобы можно было контактировать с ними, легко с этими ангелами, получать от них информацию, спрашивать у них напрямую что-то. По двойке пентаклей можно сказать, что ничего нет недостижимого и по саду также. Возможно все, это только нужно большой, колоссальнейший труд узнать свое направление и да, можно с ними общаться напрямую с ангелом, со своим. Видите, души идут, каждого, да, совершенно верно может быть. Хорошо, благодарим Марину, Вселенную, карты, я думаю, что информация была полезна, обязательно ждем ваших комментариев, темы для видео, если есть интересные, пишите, кому интересует личная консультация, всех рада видеть, вот обязательно поможем, и не забывайте, что на канале бессрочные конкурсы имеется, если вы пишете постоянно комментарии о своем развитии, о своих мыслях, о жизни и продвигаете наш канал, то мы всегда окажем бесплатную консультацию, выберем, увидим, что вы тратите на нас энергию, и мы также с удовольствием поможем вам. Успехов вам, развития, и увидимся в новых видео, до свидания.